Все, стоп, 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 стоп. Все-таки это произошло. Отойдите от края. Да что вы говорите? Вы что, охраняете свою доску с Юми? Софиша, молодец. Софиш, второе крещение. Да что такое? Крещение. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Привет, я Анимэджик и со мной тут все мои четыре Чихуахуа. И сегодня этот исторический день, это великое событие наконец-то свершится. Я и все мои четыре маленькие собачки отправимся в наш первый заплыв по реке. Я думаю, что это видео идеально подойдет для нашей постоянной рубрики Чихуа может. И я надеюсь, у нас все получится. На вот этом ватсапе проплыть огромное расстояние. Ох, присядем на дорожку. В общем, у меня немного трясутся руки, ватные ноги, я нервничаю. И, ребят, да, нам очень важна ваша поддержка. Пожалуйста, пишите комментарии длиннее четырех слов. Ставьте лайки на это видео. Как можно больше лайков, потому что таким образом у ролика есть шанс попасть в рекомендации, а с вашей гигантской волшебной помощью даже и в тренды. И тогда много людей, у многих будет возможность его увидеть, заметить, а значит подписаться на канал. И мы скорее достигнем своей цели 3 миллиона. Это очень важно для нас. Давайте сделаем это все вместе. С вашей помощью, я уверена, у нас все получится. А теперь почтим память нашего дрона. Ведь он в этом тяжелом бою со стихией, в нашей попытке совершить этот исторический заплыв, погиб. Это случилось за день до нашего заплыва. Я решила снять весь наш маршрут на дрон и пролететь дроном не высоко над рекой, а опустить его низко, чтобы он летел практически над водой, прямо по нашему маршруту, чтобы показать вам, где мы будем плыть от начала и до конца. Я повернула дрон в сторону течения, прямо в том месте, где мы сегодня в этом видео спустились на воду. И начала снимать для вас наш маршрут, но так как я управляю дроном не так давно, я не учла тот факт, что если бы я летела высоко над деревьями, то все было бы окей. Я набрала довольно большую скорость и на экране заметила узкий проход между ветками, где и планировала пролететь, но я не смогла справиться с управлением. И дрон начал двигаться в сторону веток. Он начал рубить ветки и листья своими лопастями и стремительно полетел прямиком в воду. Но самое интересное, что какое-то время он продолжал работать под водой. Хорошо, что он зацепился за что-то на дне и его не стало уносить течением. Буль-буль-буль карасики в прямом смысле слова, потому что он реально лежал под водой и снимал рыбок вокруг, пока я плыла к нему и пыталась разглядеть его. Я видела, куда он примерно упал и сейчас туда плыву срочно. Я надеюсь не в воду, я видела, как он врезался в ветки деревьев. Все-таки походу наш дрожжа утонул. Он лежит там себе под водой на дне и снимает рыбок. На самом деле это уникальные кадры, ребят. Последних минут жизни нашего дрона. Ну, зато мы хотя бы с вами увидели еще и что происходит под водой в то время, как мы плывем сверху. Под нами просто кипит целая жизнь и куча рыб плавает, оказывается. Вон он лежит на дне. Капец. Здесь оказалось очень глубокое. Мне придется нарву, чтобы его оттуда достать. Включился. Включился. Тихо. Я надеюсь, карта памяти жива. Итог. Я полностью просушила каждую деталь дрона, которую только могла отцепить. Карта памяти осталась цела. А вот дрон с того момента больше ни разу не включился. Помянем. Ну, а второй этап подготовки был организовать все так, чтобы в случае с ситуацией опасной. Если вдруг это произойдет, я придумала вот такую конструкцию. Я купила четыре специально шлейки и прикрепила их вот сюда к сапу. Поводки от них. А сами шлейки я надену на собак. Если вдруг кто-то упадет в воду, он упадет и будет прикреплен не ошейником, да, не задохнется, а шлейкой, то есть за плечи, за спину. И будет плыть рядом, если что, и я смогу его легко выловить. Это историческое событие. Юми уже на сап залезла. Я посвящаю не только, конечно же, всем нашим мэджикам, но и нашему корму платинам, который дает силы на такие вот подобные приключения. Поэтому я буду плыть в их футболке. Софирка! Эйвен, давай, залазь! Юмичу как капитан, как всегда, на самый край. Держитесь, держитесь. Не спрыгивайте. Отлично. Еще забыла сказать момент. Наш маршрут довольно длинный, наш оператор не сможет следовать за нами весь путь и часть пути, большую часть. Мы поплывем с вот этой конструкцией, айфоном, который я привязала. Мы сделали это! Мы поплыли! Так, нас начинает заносить течение в угол. Главное сейчас не врезаться в ветку. Я не могу поверить, что мы вчетвером плывем на сапе. Это капец! Эйвен закрыл камеру. Мы сейчас проплываем в то место, где утонул наш дрон. И тот самый дом, который мы нашли в одном первом заплыве. Это, кстати, выяснилось не дом, а кто-то в комментариях был прав. Гараж, ну, сарай такой для лодки. Ребята, мы плывем! Плывем все вчетвером! Эйвен, как капитан корабля, ему нравится на краю наблюдать за тем, что происходит. Юмичу немножко потрясывает. Да, покемон? Мишка вообще спокойная, но она стоит прям вот с краешку поближе ко мне и смотрит почему-то назад, а не вперед. Софиша вообще спокойно разлеглась и смотрит вперед. Эйвен, как Софи в прошлый раз, стремится к краю куда-то. Но, слава богу, он на шлейке. Я надеюсь, ты не хочешь спрыгнуть, Ивась? Посмотрите, какая красота. Для нас это огром... Бревно, бревно, бревно. Так, главное не врезаться, потому что любые резкие вот эти вот удары могут... Ну, когда вот удар происходит, да, кто-нибудь из нас может упасть, свалиться. Вот опять доска какая-то, не доска, а коряговка, на которую мы плывем. Вот, прости, Ивась. В общем, такие моменты небезопасны, да, покемон? Тем, что мы можем просто все вместе плюхнуться водой. Посмотрите, как ребята себя чувствуют в нашем заплыве. Эйвен смотрит на корягу. Мне кажется, это просто кайф, кайфути. Я вообще, я в шоке, честно, что мы сделали это. Нет, нам туда не надо. Нам туда не надо, не надо. Разворачиваемся. Так, нас несет опять на вот эту фигню. Ай-яй-яй-яй-яй. Держитесь, ребят, держитесь. Держитесь, главное никому не упасть. Фу, кто ее сделал? Мне кажется, это похоже чем-то на плотину. Как будто кто-то делает плотину. Такс, у нас проблемка. Мы застряли на бревне. И есть возможность в таких случаях, что сап просто порвется, лопнет. И мы можем утонуть здесь в итоге. Так, 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 так. Нас развернуло течение. Нет, нам надо обратно. Разворачивай нас обратно, давай. И здесь прям по-настоящему глубоко. А еще я по пути тут вижу какие-то деревья. Я сейчас покажу вам, чтобы... Вы слышали? Там кто-то нырнул. Мы подплыли к тому месту, где кто-то нырнул. Тут довольно мелко. Тут видно даже дно. И тут... А, там пузырьки идут. Так интересно, кто же это был. Я прям видела, как кто-то в воду занырнул. И оттуда потом были пузырьки. И жалко, что никакая камера... Миша пьет воду. Не может передать той красоты, которую мы видим. Под водой. И здесь вокруг... Мама. Видите, там деревья. Я сейчас попытаюсь поближе подплыть, чтобы с другой стороны показать вам. Как будто их кто-то погрыз. Кору сгрыз с них. И у меня есть подозрение, что это бобры. Что здесь живут бобры. Серьезно. Сейчас мы снова выплыли в довольно широкую часть реки. Поднялся ветер, причем попутный. То есть он может нас подгонять еще и по течению. И я хочу попробовать чуть побыстрее поплыть. А также все-таки совершить попытку встать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я поняла, что на самом деле не надо сопротивляться вот таким вот моментам. Нужно просто дождаться их, а потом оттолкнуться и развернуться. Надеюсь, я удержу равновесие и мы не упадем. Отлично. Все. Отлично. Я стою. Ура! Я сделала это. Я встала. Ааа. Рейбан, держись. Я вижу нашего оператора. Он встречает нас на берегу. Это наша промежуточная остановка. Мы дальше отправляемся еще дальше. В одно местечко по течению. И это будет именно конец маршрута. Я думаю, что шлейка дает ощущение контроля. То есть собака, когда на поводке, она же нормальная собака, когда ты ее воспитываешь адекватно, она же не тянется, не рвется, никуда не бежит. Она идет и знает, что она под контролем. И здесь как бы вот эти шлейки дали им ощущение, что они под контролем. Когда Софи была без ничего, в свободном полете, она такая, типа, что-то и делаю. А тут как бы шлейки, и они чувствуют себя под каким-то контролем. Возможно, если я сейчас сниму с них шлейки, они будут ходить, бродить по сапу, и что-нибудь может произойти. Но это наш первый исторический заплыв, который для меня очень важен. Я не хочу, чтобы что-то пошло опять не так. Здесь течение более мощное, более сильный поток, и, соответственно, можно вообще практически не грести. Первую половину преодолели. Продолжаем. Надеюсь, у нас все получится, ребят. Пожелайте нам удачи. Все, мы поплыли. Мишанька даже хвостиком машет. Попробуем набрать скорость. Я грибу довольно быстро, и почему-то в этот момент, как и в прошлый раз в Софише это случилось, все группируются в начале сапа. Я не знаю, почему они это делают. Что? Тренировочки закончены, ребятки. Теперь мы настоящие пловцы, и вы должны уметь выдерживать скоростные режимы. Мне нужно камеру себе на лоб купить, чтобы на лоб ее надевать. Стоп, 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 стоп. Все-таки это произошло, и Вась упал в воду прямо в шеечке, и она нам пригодилась. Ура! Бедный Васька! Ну ладно, сегодня солнце, жарко прям. Он упал, и вот здесь вот так вот греб, но был закреплен. И это дало его возможность на скорости не унестись куда-то там от нас, не уплыть куда-нибудь, не утонуть, конечно же. И мы его просто вытащили вот так, хоп, да? Посмотрите на Юмино лицо. Юмичу, посмотрите на покемоновое лицо. Да? Ты карфуешь, и тебе нравится. Что, вы сейчас все такие, ага, Эйвен прыгнул в воду, и ничего не стало. Ему стало только прохладнее, а мы тут все задыхаемся. Может, нам тоже прыгнуть в воду, да, Софиша? Как в прошлый раз, а? Крещение Эйвена прошло, как и крещение Софиши. Он даже горячий на самом деле. Такая сегодня жара, прям последние деньки, бабье лето. В общем, все хорошо, все нормально, живы-здоровы, продолжаем путешествие. И все равно они продолжают группироваться на самом краю. Ну что за дети, а? Мы же разгоняемся. Отойдите от края! Эйвен, отойди от края! Эйвен, ты же опять упадешь! Отойди от края, Эйвань! Вот оттуда мы плывем. Такая красота нас подносит. Видите, река, течение достаточно такое. Прям хорошенько. Оно само нас несет, если мы не разгоняемся. Здесь вот такой вот красивый берег. Я точно уже теперь убедилась, что здесь где-то живут бобры, погрызанные деревья. И в некоторых местах прям спуски такие в воду, где они, я думаю, скользят и спускаются. Так, мне кажется, мы кому-то сейчас помешаем тут. Здрасте! Юличу! Команда спасения утопающих! Да что вы говорите? Вы что, охраняете свою эту доску? Юми! Юми, нельзя лаять. Нельзя. Кто-то сейчас впервые видит этот маленький позор, да? Позор, позор, Юми! Позор какой! Смотрите, мы доплыли до места, где прям настолько глубоко, что вот я опускаю весло и все, до бесконечности просто. Воу, вот здесь вот прям вообще глубоко, по-настоящему, ребятки. Все под контролем. Вот опять произошла эта ситуация. Видите, как помогает шлейка? Софиша молодец! Поплыла к берегу на шлейке. Раз, и все, и влезла обратно. Софиша второе крещение. Да что такое? Это что под самый конец у всех случилось? Все решили искупаться, что ли? Так, у Мишаньки тоже произошло крещение. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Что происходит? Юмичу, ты-то куда? Они падают или что? Ты видишь, что там в камере происходит? Что такое? Короче, Мишанька с Юмичу тоже покрестились в воде. Водное крещение на Сапе произошло у всех сегодня. Все четверо искупались немного. Раз уж все четверо сегодня все-таки упали в воду, но не критично, и наша система безопасности работает, это наша маленькая победа. В общем, мы плывем дальше. Я уже мокрая, дети мокрые, но в честь солидарности я должна была тоже измочиться. Сейчас я встану и поплыву стоя. Окончание маршрута чуть-чуть дальше. Там помельче, ребята смогут сами спрыгнув доплыть до берега. Я на это надеюсь. Но я уже плыву мокрое, хорошо, что сегодня тепло. Ай, не хочу заболеть еще раз. Мы сделали это! Ура! Ой-ой-ой, ветка. Ух ты, там чья-то лодка. Все устали на самом деле, я думаю. Ну что, всех открепляем от системы безопасности. Что бегаем-то туда-сюда, а? А давайте, не бойтесь, спрыгивайте. Давай, молодец, молодец, молодец. Вот молодец, Эйван. Ай, красавец. Спрыгивай. Иди на берег, давай. Вот молодцы. Ай, молодцы. Ай, молодцы. Давай, Мишань, ты же так уплывешь. Так и недалеко уплыть по течению, вот туда. Там какая-то лодка стоит. Представляете, интересно, чья это лодка. Миш, давай. Давай, Мишаня, видишь, Софи тебя уже зовет. Давай, говорит, послась уже. Посмотрите на Софи с Юмичу. Значит, спрыгнули они с воды такие и пошли в говно, в грязь. Вот в самую жесть. Вот с грязными лоп... Ну вот нормально это, скажите? Скажите вот мне. Это собаки или поросята, а? Спрыгнуть из воды чистыми, красивыми, чтобы превратиться вот в это. Чтобы вот в это вот превратиться. Нормально это? А? Один и его нормальный чистый пес. Миш, мы уходим. Пока. Пока. Мы уже замерзли ее ждать, поэтому придется нам вылезти, вытащить ее на берег. Пойдем. Пойдем скорее. Давай. Вот молодец. Спасибо вам огромное за поддержку, за ваши лайки. Их будет много, я уверена, за ваши комментарии, за ваши подписки, самое главное. И за то, что вы нас поддерживали. Мы это сделали, мы это сделали, да, мы это сделали, ура, да, ребята, мы это сделали. Жопы мои пушистые. Увидимся скоро в новых роликах.